В преддверии Дня Матери в нашем районе прошел конкурс хоровых коллективов с лиричным названием «Любви священный материнский свет». В этот день со сцены звучали песни, посвященные самому дорогому человеку на свете – маме. Районный конкурс хоровых коллективов проводится уже второй год. В этом году он посвящен Дню Матери. Зрители, собравшиеся в актовом зале новой школы, где проходил концерт, едва сдерживали слезы, слушая выступления ребят. Ведь тема мамы близка каждому человеку, независимо от возраста. Мамочка, милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Мамочка, милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Голоса отличные. Аж плакать хочется. Я правда плакала за душу. Все бы так, как говорится, говорили, пели, чтобы некоторых детей трогало за душу, что у них есть мамы. Что мама в жизни – это наше самое главное. Без мамы мы никуда. С мамой мы рождаемся, с мамой мы растем, с мамой мы учимся и с мамой мы живем. Да дорожите все своими мамами. К выбору песни о маме и самой подготовке к конкурсу юные артисты и их наставники отнеслись как никогда трепетно и ответственно. Ведь с помощью песни можно многое рассказать. А если она адресована самому родному человеку – маме, то исполнена должна быть на самом высоком уровне. Мне хотелось, чтобы мы просто достойно спели, чтобы мы показали свою любовь, заботу, нежность своим любимым мамочкам. Я думаю, что вот такие конкурсы, они необходимы. И спасибо большой администрации за то, что они ввели этот конкурс для того, чтобы дети, школьники, да, относились бережно к своим мамам, заботливо, с любовью трепетной. А для старшего поколения, то есть для самих мам этих деток, тоже поучительно. Вот последняя песня об этом говорит, чтобы они тоже не забывали о своих мамах. Конкурс, посвященный Дню Матери, получился необыкновенно теплым и трогательным. И зрители, и юные артисты, и сами педагоги едва сдерживали слезы, говоря слова благодарности своим матерям. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я поздравляю всех с Дню Матери с наступающим. И хочу, чтобы мамы наши долго жили в заботе своих детей. В конкурсе приняли участие хоровые коллективы из 17 школ города и района. Выступали они в нескольких номинациях, в каждой из которых были определены победители. Пока жюри подводила итоги конкурса, ребят и их педагогов с таким замечательным музыкальным праздником, посвященным маме, поздравила заместитель начальника управления образования Елена Щурова. ПЕСНЯ Я очень рада видеть такое количество участников. Хоровое творчество – это все-таки уже индивидуальный вид, который у нас есть точечно в каких-то школах, каких-то УДО. И я очень рада, уважаемые ребята, что вы занимаетесь этим творчеством, что вы любите и проживаете на сцене те моменты, которые у вас в душе. И вот началась церемония награждения участников районного конкурса. Лучшие коллективы в своих номинациях были награждены грамотами и дипломами. Руководителям были вручены благодарственные письма. На сцену приглашается детский и средний фонд Калюкон, школа номер 17, преподаватель королевского парламента. Победитель номинации, лауреат первой степени района, акулевского парламента. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».